40 лайков равно конкурсу, так что давайте, дерзайся. Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами как всегда я, Айван, мы продолжаем играть на сервере, смотрим Тан-Новер 3. И как вы, наверное, удивились, типа, ты чё забыл в белой Панамере на чёрных пробусных дисках? Такие, ватафак, сейчас я вам, короче, расскажу, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Во-первых, давайте я хочу проверить максималку, какая я в Панамере, потому что я не очень помню. Так, нам надо много места, значит, аэропорт 0,100, ой, я говорю 0,100, 0 максималка, давайте посмотрим. 400 на 95, а 95, если не ошибаюсь, добавляет 10 км в час, то есть она ездит 390 сток. Нормально, но всё равно я её не хочу оставлять, потому что она у меня уже когда-то была, как только её добавили. Мне не очень нравится её моделика, но сзади такое, вот эти брызговики всё портят, что спереди, что сзади. Ну, такая себе моделька, не очень качественная, и поэтому я её не купил, нет, не подумайте. Я просто поменял свой, ну, как вы узнали, из 222 номер на Панамеру, вот, и 222 продал. Ну, он хотел продать и получить бабки, но я обменялся на Панамеру, типа, 222 на Панамеру, и со стороны Панамеры ещё была доплата 3,5 миллиона, и его комиссия. И спасибо, конечно, игроку LiveDDC. Конечно, у меня намахало на 200 тысяч, ну ладно. Давайте заезжаем, сливаем за 6,300, 1,394, снимаем ещё 240 тысяч, 240 тысяч, и едем, короче, в автосалон BMW. Да ладно! Короче, почему именно новое? Мне предлагал пацан за 6,6 BMW, ну, уже не новое у него, да, на 100 к номере было, и вроде не авто, а там что-то задний бампер есть и что-то, не помню ещё. Но я что-то захотел уже новую тачечку, так что давайте покупаем, может, эта фортуна просто номеров мне принесёт чё-нибудь. И давайте покупаем эта голубая BMW за 7 лимонов ушло, у нас остаётся 4 миллиона. Ну, такое, не особо много, не особо мало. Я не посмотрел ещё на номер, не смотрел на номер. Вот белое нам попалось, может, я белое ставлю, хотя не чёрное ставлю. Итак, какой мне номер попался, это EEM 829, ну, такое, чего? А с каких-то времён на... в этом, в автосалоне уже ставлят чипы? Да, 360 едет, нормально, и пробег очень быстро набирается. Но, а почему в автосалоне чип стоит, мне никто не подскажет. Ну, такое. Так что, давайте уезжаем в мой любимый Лас-Вентурас и продолжаем тюнить эту BMW. Так, давайте для начала мы заедем на заправочку, заправим её 98-м бензином, потому что, ну, не Гош ездит на 80-м. Так, сливаем топливо, сливаем, заливаем. А, подождите, 101-й чуть не залил. Заливаем, 98-й. 80 литров бак. 9600. Нормально. Так, давайте салончик сделаем. Ну, посмотрим салончик. Ну, прикольный приборка в стиле M8. Там добавили потом подсветочка. Ну, и старая, типа. Ну, экран как-то вообще неправдоподобный. Ну, чё-чё, ну, цена на неё вообще неоправданная. Прям 7 миллионов за новый BMW 3. Это был пипец. Я думал, ну, 325-й она стояла, да? Старая. Она стоила 3,5 вроде салона. Ну, то, что она будет стоить, ну, просто 7 миллионов салона, это прям очень дофига. Я думал, ну, максимум лимонов 5. Цена, мне кажется, вообще неоправданная. Потому что за 7 миллионов вы можете купить себе F90. F90 можете купить себе, и которые ей 415, а это ей только 475 на 98. Такое себе, да? Вообще такое. Ладно, давайте заедем хотя бы внешку, посмотрим, что там, почём. Крышки капота, как всегда, нету. Нафиг мне вообще этот раздел добавили. Спойлера, 120 тысяч. Ну, такое. Давайте пока что не будем, мне кажется, без него будет лучше. Расширение арок за 40 тысяч рублей. Что-то добавляется. Ну, расширение. Не особо хочу, околоходит трёйку. Перейдем бампер. Это как тоннел. Воздух, что ли, убрало. Мне кажется, сток намного красивее. Задний бампер. Задний бампер, просто посмотрите на эти. Просто выхлоп просто. Это же капец. Конечно, если тюнет, давайте уже затюнем, что ли. Хотя, сток мне намного больше нравится. Ну, блин, добавили они бы хотя бы решётку там, не знаю. Хотя бы чёрную, а так. Ну, такое прям. Прям сток, сток, сток. Мне кажется. Ну, ладно, давайте уже затюнем. Недаром мы уже сюда приехали. Спойлера. Давайте всё сюда лепим. Сделаем какую-то конфеточку с неё. Итак, 540 тысяч. Покупаем этот комплект. В итоге у нас уже 7,5 миллионов. Заезжаем на диски. И что-то сейчас купим нормально на неё. Так, жалко, что хаманы мои убрали, любимые. Ну, вот эти тоже сюда прикольно идут. Давайте подберём, я продолжу. Так, пацаны, мне понравились вот эти диски на ней. Давайте их так и поставим. Только отрегулируем немного. Всё, отрегулируем. Теперь покупаем 595 тысяч. Или давайте сюда какую-нибудь резину. Хотя то я подойдёт. Покупаем. Теперь главное поехать ещё. Чип я оставлю, мне чип понравился. Давайте. Да, звук на неё заменён. Блин, вот это моё просто место. Обмена номеров заменили. Я сказал даже, где теперь номера менять. Вова именно. Наверное, в АЛАС приглядётся ехать. Ну ладно, давайте заедем. Поднимем и поедем на тонировочку. Так, пацаны, немного отрегулировал. Теперь поехали на тонировочку. Жаль, что они не добавили там антихром, там значки. Чё-то поменять, ещё чё-то. Но антихром я бы сюда влепил. Например, ручечки чёрные бы сделал. Моздри точно чёрные. Потому что хром, ну, такое прям. Ну вот этот просто выхлоп сзади. Не знаю, что это за труба такая широкая. Не очень идёт прям. Ну прям вообще. Ладно, давайте поставим тонировку вот фар. На сколько фары затонируем? Давайте на всю. Или на 40. Давайте на 40%. Да, ты раньше же останавливался, не? Ладно, давайте 40. Лабаж 60. Это всё по 80. Кристальный белый цвет. Не хочу даже менять. Короче, покупаем. Немножечко фары притонировали. И так уже выглядит немного лучше. Так, мы подъезжаем на последнюю точечку нашу. О, посмотри-ка я полицейская, как Windows. На разварочках. Ну такое. Так, цвет. Самое главное. Давайте посмотрим. Хромирование. Но они ещё не справили это. Если взять чёрный акрил, например. Смотрится злобно, да. А если ещё диски чёрные покрасить, тоже нормально будет. Чисто злобно. Но не диски надо оставить белыми. Хотя давайте ещё какие цвета посмотрим, есть. Красный у меня же есть. Зелёный нет. Вишнёвый. Голубой, фиолетовый. Ну такое. Давайте в чёрный просто закатать. Хотя серый. Не, в чёрный. В чёрный акрил. Конечно, дёшево выглядит, но пофиг. 250 тысяч. Дзынь. Я только что понял, что я диски случайно в чёрный покрасил. Минус просто сотка, да? Или, а не, 50. Просто пипец. Я красавчик. Просто. О, Феррарка. Посмотрите, какая Феррарка. Леопардовая. И давайте посчитаем, сколько надо будет просто любому игроку, чтобы купить такую бэху. И затюнить её плюс-минус так же. Считаем. Это 7 лимонов кок. Здорово. Ку. Здорово. И, кстати, хотел бы передать привет моему клану. Братья. Туту, Менсори, Никотину, Малому. Кто там ещё есть? Уже забыл, кто там есть. Эндри и остальными игрокам, короче, там. Напишите, кому-то есть заместитель. У нас ещё есть два свободных места. Дальше выступайте. Чё там надо для вступов? Калан и АХЗ. Чё там надо? Так. Давайте посчитаем это. 7 лимонов кок. Уже 7. 540. Вот. 540 тюнинг. 550. Это с бензином. 7. 550. 600. Тюнинг. 600 это чё там? Тюнинг, а? А вышелся или шо? Не. 600 это диски. Это 8100. 8100 плюс... Сколько? 300, 8400. Ещё. Ну, плюс, минус 8 с половиной миллионов на такую вот баху. И это ещё не всё, если чё. Мы ещё едем ставить номера. Чё, ебанутое, что ли? Вот тут приехал на свои F90. Ну, давай садись. А, у него троечка тоже есть. MMM333. Нормально. О, кстати, троечка у нас. Четырёхместная. Вот это хотя бы что-то радует. Спросил я, короче, тюнин... Ээээээээээээ... Говорю чё, не номер, только VLS можно поменять. Так что погнали. VLS. Серийка, да. Ни чип, наверное, всё-таки надо поменять этот чип. Конечно, корявый. Если честно. Эдик. Эдик стоит. Вот это поворот. Ладно, выбираем G20 баху, тройка, и меняем на СА. Все, сейчас я вам расскажу все. А, вон он свою достал. Кстати, надо будет у нее дрифт-чип поставить. Тройка с номером О00378. Ладно, неплохо. Нормастах. Вы не думайте, что я в тот раз поменял супру, продал 20 до 2, и сейчас поменяю номер на СВА, поменял и продам СВА. Но не, я его не продам, я просто сейчас поеду, куплю еще другой номер. Вернее, заберу у него подписчика 002 на 78 и поставлю на СВА. Так что все норм. Мама, я в телевизоре, да, зови гостей. И т.д. и т.п. Короче, итог этой серии. Купили бэшку, втратили где-то лимонов 8, ну где-то так и есть. Затюнили, покрасили. Кстати, посмотрите на фары. Вот. Что такое фиолетовое, прикольное. Типа как в новых бэхах. Номер О00378. Сочно смотрится. Вот. Дисочки, тюнинг. И топ, короче. Если вам понравилось данное видос и данное BMW, напишите в этом комментариях. Хотя, вы все равно ничего не пишите. Это обидка просто. И нормальный, кстати, приехал. Я бы купил такой. Пацаны. Не хотите такой ланцет для розыгрыша? Напишите в комментариях. О, так же диски такие. О, пацан засветился. Как у него хотя бы ник? Стингер, да? Или сколько? И сингер. Стой. Стой на месте. Стой. Зараза, стой. Да, ё-моё. Короче. Стой. Стой. Если вам понравилось данное видос. Если не понравилось. Ну, а не может. Мне понравился данный видос. Напишите в комментариях, как вам эта BMW. Оправдана ли цена за неё или нет. Мне кажется, нет. Но всё равно я её купил. Потому что новые тачки надо покупать. Я уже ничего давно новенькое не покупал. Ну, короче. Всем удачи. И всем пока. Короче, я всё-таки кугул Менсори зашёл. И Ларин вон на 222 боком поехал. Такое. Я всё-таки поставил на дрифт на задний привод. Потому что у меня нету тачки с дрифтом на задний привод. А что-то дрифтить иногда хочется. И я думаю, это топ для дрифта будет. Будем парным дрифтом заниматься с Тутом. Тутом. Такое. Кстати, он свои бизнесы продаёт. И если вам надо, да, кстати. Бизнес на 30к. То я могу вам продать. Так что, напишите мне. В личном сообщении в ВК. Где-то Лимонов 5 буду продавать его. Как деньги надо. Всё-таки на тачке. Может на конкурс. Вы же хотите конкурс. Напишите в комментариях, если хотите конкурс. И мы его сделаем в течение месяца, наверное. Если этот видос наберёт 30 лайков. Нет, 30-то мало. Давайте, если этот видос наберёт 40 лайков. 40, всё. То я запускаю конкурс. Всё. 40 лайков равно конкурсу. Так что, давайте, дерзайте. Всё.